Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео делаем абсолютно честный обзор на Firefly Thunder SP, один из самых редких танков в нашей игре. Вообще, ребят, в стиле аниме у нас имеется 5 машин, хотя по большому счету в мультсериале Girls and Panzers, с которых их сюда привели, было гораздо больше тачек. Там была еще Матильда, там был Черчилль и много-много других машин. Но разработчики пока ограничились только этими пятью и мне кажется, что этот проект давно закрыли, потому что тачки появились в нашей игре много лет назад и новых машин в этом стиле не появляется. Для тех, кто не знает, то я вам скажу, а для других напомню, что в целом, как я уже сказал, есть пять машин. На четвертом уровне это Хедзер Кейм SP, на пятом уровне это ПЗ-4 Анкнау, на шестом уровне у нас расположилось две машины. Это тяжелый танк Тигр Куро Моримине, на этом же шестом уровне Firefly Sanders и из два Правда SP, венец всей этой пятерки на седьмом уровне. Что касается вот этих вот четырех машин, которые я перечислил помимо Firefly, на которые сегодня делаем абсолютно честный обзор, то обзоры на эти машины уже есть на канале и ссылочки я добавлю в описании. Переходите, посмотрите, будет довольно интересно. Что собой представляет Firefly? Ну, по броне он не представляет собой практически ничего и это действительно грустно, потому что машина очень большая, у нее очень высокий силуэт, на дальнем расстоянии выцеливается очень легко. Даже с учетом приведенной брони, если вот так вот прямо посмотреть, верхний бронелист имеет всего лишь 86 миллиметров. Короче говоря, не машина, а лакомый кусок для любого соперника в нашем бою. Проходные машины, которые похожи на Firefly и Sanders, они имеют бронирование чуть-чуть повыше, хотя исполнены приблизительно в том же стиле. Но что мне действительно понравилось в этой машине, так это то, что в отличие от того же самого Хедзера КМСП, который является по орудию, допустим, полной копией Хедзера проходного, ИС-2, правда, СП является абсолютно полной копией коллекционной, простите, премиумной машины ИС-2 1945 года, и всего лишь скоростью полета снаряда в худшую сторону отличается от проходного ИСа-2 в китайской ветке, то наш товарищ, герой сегодняшнего видео, имеет действительно уникальное по сбалансированию орудие. Он имеет 2000 единиц ДПМ. Кто-то скажет, что такие цифры повторяются на Шермане Лозы, на Рудольфе, и я с этим соглашусь, но только согласитесь с тем, что уровень пробития у них очень сильно отличается. 128 против 171 у Firefly и Sanders. Кто-то скажет по поводу того, что одним пробитием сыт не будешь, и я тоже с этим соглашусь, но Альфа у него та же самая, 160, как и у многих машин на уровне. При этом всем выстрелов в минуту у него 12,5, перезарядка, грубо говоря, 5 секунд, и калибр у него, в принципе, совпадает со всеми машинами. Таким образом, получается, что если посмотреть на таблицы с цифрами, приходишь к выводу, что у него самый идеальный баланс между ДПМ, уровнем пробития, ну и, соответственно, Альфой, надетой на скорострельность. При этом всем плюс-минус это все может повторить, наверное, только тот же самый Фьюри, но опять-таки у Фьюри пробитие 128, да, та же самая Альфа, и благодаря тому, что он чуть-чуть быстрее перезаряжается, у него вроде бы типа выше ДПМ, но скажу вам откровенно, в выборе между Фьюри, которого очень часто выставляют на продажу, и Firefly, который крайне редко появляется на продаже, и то за реальные деньги, я бы однозначно выбирал себе Firefly Sanders. Это действительно очень интересная машина, которая кардинально отличается от других тачек на уровне. И если мы говорим с вами, допустим, о ИСе Втором Правде, то я бы его себе покупал, наверное, последним, несмотря на то, что это самый высокий по уровню танчик, но только потому, что у него есть дублеры на его седьмом уровне. А эта тачка действительно уникальна, и за последнее время на ней играл всего лишь один игрок, и знаете, кто это? Скорее всего, это был я, потому что я в последнее время пару раз выкатывал данную машину из ангара, для того, чтобы ее покатать, вспомнить о ней, ну и уже, скажем так, со свежими воспоминаниями мог рассказать о ней вам. Вот такой вот интересный Firefly Sanders, если посмотреть на него исключительно в виде цифр в таблице. Ну а что он представляет собой в виде машины в бою, сейчас попробуем посмотреть. Что касается технических характеристик по орудию. По орудию здесь, если смотреть внутри самой игры, цифры, как правило, от таблицы отличаются, там в таблице сохраняется процентное соотношение, поэтому то, что там цифра сама отличается, допустим, там по ДПМу, это не значит, что там по всем машинам все правильно, а по этой машине отличается. Там разница идет именно в процентах, правильно выставленная, поэтому этой таблицей я и пользуюсь. Что касается орудия в случае установки оборудования вот таким вот образом, улучшающие время сведения в первую очередь, ну и, соответственно, добавляющие к перезарядке, то, как вы видите, мы имеем, в принципе, неплохие показатели. Хорошее время сведения в 3 секунды, довольно-таки приятный разброс в 0.3, ДПМ, который здесь показан, 1975, чуть-чуть не дотягивает до табличного показателя. Но, опять-таки, там в таблице необходимо было поставить оборудование точно так же, и, скорее всего, мы привели бы таблицу в идеальное совпадение с тем, что видим сейчас на экранах. Время перезарядки чуть менее 5 секунд, но будем называть вещи своими именами. 5 секунд времени более чем достаточно, чтобы отбрасывать 160 единиц альфы за выстрел, и при этом иметь пробитие в целых 171 единицу. Напомню, ребят, это средний танк на 6 уровне. Ну и что касается угла склонения орудия вниз, здесь, да, печалька, минус 6. Отыгрывать от неровностей не очень комфортно. Ну что, друзья, берем тачку и попытаемся ее покатать. Ну что, ребят, погнали. Давайте будем заценивать для начала подвижность, которая оставляет желать лучшего. Ну, согласитесь, едет упрямо, но сказать, что быстро и как-то задорно, то нет. Если раскачегарите, то, в принципе, на своей максималке в 50 км в час передвигается неплохо, но его еще и раскачегарить надо. Напомню, ребят, по поводу того, что мы полный картон, поэтому вперед первым лезть вообще как бы не хочется. Понимаешь, что отхватишь и очень быстро. Поэтому находиться необходимо исключительно рядом со своими союзниками, для того, чтобы они оказывали, если это можно так назвать, огневую поддержку по сопернику, чем не давая ему нормально сосредоточиться именно на твоей туши. Для того, чтобы не нахвататься всякого рода синяков, пробитий, ну, короче говоря, не отправиться в ангар раньше, чем вам этого хотелось бы. Мне, честно говоря, данная тачка нравится именно своей уникальностью и, кстати, ребят, по поводу уникальности. Когда придет соответствующий момент, я немножко помолчу и вы услышите легендарный голос японской девочки, которая озвучивает все, что происходит в отношении машины. Всякого рода пробития, непробития и так далее. Вот, как видите, сейчас я стою, в принципе-то, не сильно, да, там, на большой какой-то горке, а орудие вниз опустить я уже не могу. Это очень скучно, очень грустно и крайне неприятно в боях. Ну что, слушаем? Я это показываю вам зачем. Для того, чтобы для кого-то напомнить, а кому-то сообщить, если вдруг не знали, что все вот эти вот танки серии SP из мультсериала Girls and Panzer, они все обладают исключительно национальной озвучкой голоса экипажа. То есть вы не можете этого переключить ни на английский, ни на украинский, ни на какой-либо другой язык. Короче говоря, такая себе уникальная машина, которая обладает довольно неплохим балансом в отношении ТТХ по орудию, которая играется довольно-таки приятно, весело и интересно, и при этом все, она еще и имеет свой определенный шарм в виде озвучки экипажа. Поехали. В принципе, победа у нас в кармане. Ребята, союзники просто молодцы, просто красавчики. Я не могу назвать Firefly Sanders действительно супер играбельной машиной. Я не могу сказать, что это прям нагибатор, это имба, которая разрывает рандом. Нет, абсолютно. Это просто интересно сбалансированный танк на своем уровне, который обладает определенным набором характеристик, которые делают его уникальной машиной на уровне. Вот и все. На уровне, господи, как я разговариваю великолепно. Как и Фиоп. Не в обиду, и Фиопам будет сказано. Короче говоря, ребят, машина интересная, и я бы сказал, что данный танк, он является одними из самых интересных из серии танков SP. Для меня самым интересным танком из серии SP является, безусловно, Куромори Мины. Это действительно интересный тяж, у которого тоже ТТХ по орудию отличается от подобных машин на уровне, и он дает определенные новые ощущения от боя. То же самое касается и нашего товарища Firefly. Я набросал не так уж и много, 940 единиц, два уничтоженных соперника, что я лично считаю довольно неплохим результатом. И что мне действительно нравится, играя на Firefly, так это то, что я практически не встречаю соперников, которых я не могу пробить. Это действительно очень круто, потому что уровень пробития здесь на орудии, он просто, ну не знаю, заоблачный что ли. Короче говоря, ребят, если вдруг вы когда-нибудь увидите на продаже эти танки в наборе или по отдельности, то именно в этом видео, наверное, первый раз за все обзоры на серию этих танков я скажу вам приоритетность приобретения данных машин. Безусловно, на первое место я бы поставил либо Тигра Куромори Мины, либо Firefly Сандерс. Здесь уже выбирать вам тяжелый танк, который действительно умеет держать удары, в то же время обладает довольно прикольным балансом по орудию, либо приблизительно такой же по подвижности, я бы сказал, Firefly. На второе место однозначно водружается ИС-2 Правда, который на своем седьмом уровне умеет. Умеет сдерживать направление, имеет довольно-таки альфовое орудие. Все, что именно он собой представляет, можете посмотреть по ссылочке, которую я добавил в описании. Ну и в последнюю очередь необходимо брать себе именно в такой последовательности ПЗ-4 Ангнау, которая действительно может прикольно играться у себя на уровне в виде среднего танка. Ну и я бы сказал самый неинтересный, это Headzer Game SP, который обладает полностью теми же самыми характеристиками, что и проходной Headzer на том же уровне, а значит не приносит вообще ничего интересного. Чем еще хороша эта пятерка? Что эта пятерка позволяет вам довольно-таки круто выполнять всякого рода боевые задачи. Я говорю сейчас о чем? Я говорю о том, что если вы, допустим, выполняете клановые боевые задачи, или вы выполняете боевые задачи в батлпассе, то довольно-таки часто, класс, вообще ничего сейчас мне никто не показывает, красиво. Ладно, хотел похвастаться своими боевыми задачами, да не вышло. Короче, говорю к тому, что если вдруг вам необходимо на средних танках, либо на ПТХ, либо на тяжелом танке, либо на танках Японии выполнить какие-то боевые задачи, которые требуют от вас получения знаков классности, то поверьте мне, на вот этих машинах выполнить это, ну крайне просто. Ну, просто по одной простой причине, потому что на них никто не играет, и планку знаков классности им никто не задирает. Вот такой вот он, Firefly Sanders, покупать или не покупать, в случае, если они будут на продаже, безусловно, решать вам. Мое дело показать танки такими, какие они есть на самом деле. Побежал снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok